В Москве состоялась премьера новой Chevrolet Niva. Пока это лишь концепт, ведь серийный автомобиль появится в конце 2015 года, но он ясно дает понять, в каком ключе будет развиваться Тольяттинский внедорожник. Новая Chevy Niva отличается брутальным внешним видом. Автомобиль получился довольно мускулистым благодаря граням и угловатостям. Модель будет предлагаться только с пятидверным кузовом. Будущая Niva по-прежнему останется внедорожником. В то же время модель нового поколения будет более универсальной и подходящей для езды в городских условиях. Для новой модели создана своя особая платформа, разработанная специально для этого автомобиля и рассчитанная на российские дорожные и климатические условия. Под капотом разместится бензиновый четырехцилиндровый двигатель 1.8, разработанный концерном Peugeot Citroёn и адаптированный под особенность эксплуатации тольяттинского внедорожника. Его производство будет локализовано в России. Дизельных двигателей пока не предвидится, а вот возможность установки автоматической трансмиссии весьма вероятна. На заводе уже завершили технический анализ этого проекта и дали одобрение. Кроме того, ожидается выпуск моноприводной версии Niva. А специально для любителей оффроуда завод подумывает выпускать версию с дополнительным внедорожным оборудованием. Новая Chevy Niva будет дороже нынешней модели, но производитель заверяет, что цена останется конкурентоспособной. На заводе также изучает возможность экспорта своего внедорожника за пределы России и стран СНГ. Chevrolet Niva 2 был показан на московском мотор-шоу 27 августа 2014 года, а сборка начнется уже через год. В Тольятти строится новый завод, так как Шнива в 2015 будет иметь кардинально новую платформу. Цена в России составит до 500 тысяч рублей, что составляет увеличение в 10-15%. Конкурентом для обновленной версии будет Renault Duster 2014. Оказывается, есть уже определенная ясность относительно габаритов Chevrolet Niva 2. Они будут примерно такими же, как и сегодня. Директор по продажам и маркетингу GM AutoVas объясняет это решение просто. Увеличение внешних размеров автомобиля неизбежно приведет к удорожанию проекта. Инженеры, разрабатывающие Шниву, говорят, что главный акцент, как и сегодня, будет сделан на внедорожных качествах автомобиля. При этом в конструкцию появятся серьезные доработки. В частности, в паре с раздаткой и понижайкой планируется состыковать вариатор, какой именно, еще не разглашается. Сегодняшнее поколение Chevrolet Niva также в течение этого года получит несколько изменений. Сюда войдут новый генератор, иной формы сидения и по-другому настроенная подвеска. Нынешнее поколение Niva имеет достаточно слабый мотор и устаревший агрегат. Пресс-служба Союза в России сообщает, что обновленная Шнива 2015 года получит новый двигатель, который улучшит технические характеристики автомобиля. Двигатель можно назвать новым только для нас, так как он устанавливался на французских автомобилях Peugeot еще с 1980 года. Peugeot предоставила все необходимые лицензии на двигатель, заметив, что мотор экономичный, простой по конструкции, надежный и, самое главное, неприхотливый к качеству российского топлива. Новый мотор прибавит 45 лошадиных сил и в общей сложности при объеме 1,8 литра будет выдавать 125 лошадей. Этот двигатель сможет придать динамики и мощности на крутых подъемах, на что жаловались владельцы нынешнего поколения. В интернете бытует мнение, что будет модернизирована старая механика. Картинка на экране позволяет приблизительно представить внешность внедорожника второго поколения. На ходу новая Шнива обещает лучшую управляемость, благодаря новому более жесткому кузову и лучшему встроенной подвеске. Более мощный во всем диапазоне оборотов двигатель обеспечит уверенные обгоны и езду, по бездорожью не перекручивая двигатель. Также, благодаря того, что инженеры не увеличили свесы спереди и сзади, проходимость останется хорошей. Кстати, своего нового игрока на внедорожном рынке разрабатывает и АвтоВАЗ. Возможно, это будет кроссовер, чей дизайн будет напоминать концептуальный X-Ray, презентованный недавно на выставке в Москве, обзор которого я скоро сделаю. Смотрите мои другие обзоры. Всем удачи и пока! На московском автосалоне была представлена Chevrolet Niva нового поколения. Машину обещают поставить на конвейер в 2015 году. Давайте попробуем разобраться, что же хорошего появилось в обновленном автомобиле. Внешность образца представленного на автосалоне очень грозная и привлекает внимание побольше, чем иностранные новинки. Глядя на машину, складывается впечатление, что ее пригнали со съемок голливудского блокбастера. Этому способствует темный окрас кузова, 16-я резина с отличным внедорожным протектором, мощный оффроуд-отвес по кругу и дополнительное освещение на крыше. Но что мы увидим через год, придя в автосалон за Niva? Скорее всего, именно такой вариант Niva навряд ли получится найти. Придя покупать базовую комплектацию, а именно за ней пойдет основное количество покупателей, мы обнаружим более скромный автомобиль, у которого будут немного увеличены габариты и изменены некоторые формы. Но общий силуэт будет по-прежнему напоминать нам старую добрую Chevrolet Niva. Конечно, производитель поработал над обновлением интерьера салона. В машине, наконец, появилась приятная глазу передняя консоль и современная приборная панель. Правда, пока непонятно, как рано вся эта конструкция начнет скрипеть и дребезжать. А может, произошло чудо, и автоваз научили иностранные спецы делать качественную сборку? Естественно, сейчас обещают, что в новой машине будет гораздо больше опций, которые уже давно присутствуют во всех современных автомобилях. Тут тебе и кондиционер, и электропакет, и опа, даже крепление для детского кресла. Конечно, за новый образ машины стоит благодарить иностранных спецов, ведь на дизайна машины работали австралийцы и итальянцы. Про двигатель. Если вы подумали, что теперь Chevrolet Niva нас порадует мощным мотором, то вы ошиблись. Машина будет оснащаться двигателем объемом 1,8 литра, который выдает скромных 80 лошадиных сил, ну или при лучшем раскладе 135 кобыл. Мотор, кстати, французский, но о его качестве пока говорить рано. Машина будет выпускаться на механической коробке передач, но поговаривают о возможной комплектации и автоматической коробке передач. Не уверен, что данный слух сбудется, так как это приведет к значительному подорожанию машины, либо к установке какого-нибудь устаревшего иностранного автомата. Конечно, Автоваз и GM понимают, что если они лишат машину всех привычных для Нивы бездорожных качеств, то продажи новинки просто загнутся. Поэтому можно не переживать за полный привод, понижающую передачу и другие прелести внедорожных качеств привычной нам Chevrolet Niva. Конечно, инженеры модернизируют большую часть уже устаревших узлов и агрегатов всей трансмиссии и подвески. Остается лишь надеяться, что это они сделают не в худшую сторону. Цена. Стоит новая Нива должна вполне приемлемые деньги, так как ее конкуренты находятся в нижней части сегмента кроссоверов. И мы с вами прекрасно понимаем, что новинку не будут покупать более чем за 600 тысяч рублей. На мой взгляд, это верхняя планка ценовой политики Chevrolet. Базовая версия машины должна стоить намного дешевле, но из-за непредсказуемого прыгающего курса валюты сложно прогнозировать цены на 2016 год. А именно в этом году рассчитывают запустить продажи серийной машины. Что ж, если вам есть что добавить ко всему сказанному, пишите в комментариях под видео, а я с вами прощаюсь.